Дмитрий Месенко Он будет в течение своей речи задавать вопросы и тому, кто даст правильные ответы, он выдаст небольшой маленький пресс Я попрошу моего коллегу Сергея выйти из этого фильма Мы, к сожалению, оказались не готовы к работе с двумя экранами Ну, так бывает, мы, в общем, фотографы, а не презентаторы И хотя мы делаем такие вещи, которые мы считаем, что мы делаем лучшими в мире Но вот пока с презентациями нам еще не очень удалось разобраться Вот, кстати, пока она тут крутится, я для вновь пришедших хочу задать вопрос А вот эта панорама, которая сейчас крутится на экране, сделана неким специфическим способом О котором я могу рассказать, а могу и не рассказать Но, может быть, в зале найдется человек, который догадается, как она была снята Ну, блин Сразу три руки Ребят, попозже Я задам этот вопрос И тогда вы ответите на него Так, сейчас Сергей поможет мне избавиться уже от ненужной информации на экране И я запущу, как бы, свою презентацию Вторую, естественно А? Да Да Ну, сразу хочу сказать, что я буду эхать, мэхать Но, в общем, я волнуюсь Перед такой аудиторией я выступаю впервые И сегодня у нас мастер-класс о том, как снимать сферические панорамы Но мы не будем рассказывать полный набор теории Что такое панорамы, как их снимать там именно сферические Как выстраивать на дальние точки Мы это все упомянем Но мы расскажем о том, как мы это делаем Как мы это делаем на практике И сколько теорий у нас в этом И сколько у нас в этом практике Так, спасибо, Сергей Мне хочется подходить иногда И переключать слайды Итак, что такое съемка сферических панорамов? Очень просто Подошел Выбрал точку съемки Быстро снял Ну вот кнопочку нажал, вот оно открутилось, все снялось Пыстненько закинул в Lightroom или Петегуи Чуть-чуть допилил в фотошопе Дальше то, что Сергей называет магией Сергей у нас главный человек, который отвечает за приведение панорам в такой вид, чтобы люди на них смотрели и говорили вау Вот это немного магии Я несколько раз сидел у него за спиной Сидел рядом Смотрел на то, как он это делает Записывал за ним Вот разве что видео не делал Но все равно повторить эту магию не могу И дальше уже либо он делает панорамы, пригодные для печати, либо для интернета То, что делается пригодное для печати, висит в соседнем зале То, что делается для интернета, размещено у нас на сайте airpano.ru Или на английском языке airpano.com Итак, оборудование Какое оборудование требуется фотографу для съемки с фирических панорам? Здесь перечислен такой базовый вариант Что нам для этого нужно? Штатив достаточно устойчивый Мы в Airpano предпочитаем штативы гипса Снимаем ими даже с вертолета Иногда, когда забываем специальное оборудование Уровень Что такое уровень? Я не имею в виду под уровнем вот эту зелененькую штучку с пузырьком А под уровнем в данном случае я имею в виду так называемое приспособление Которое позволяет нам выстроить этот уровень Вот в данном случае у меня такой представлен штатив Со специально встроенным левелингом так называемым Который позволяет как раз вот по этим штучкам И подобрать оптимальный уровень Вот в данном случае у меня два уровня Один сверху на специальной панорамной головке А второй внизу на вот этой вот ножке Я выстраиваю этот уровень Закривкаю И это главное, с чего должна начинаться съемка панорам Выставить уровень Если у вас на штативе нет уровня Вам приходится что-то делать с ножками Как-то так подстраиваться Вот самое лучшее Это каким-то образом иметь на штативе специальное такое приспособление Которое позволит вам выставить его правильно по уровню Дальше Следующим идет у нас голова Что такое голова? Головы бывают разные Как фотограф вы знаете, да? Что чтобы фотоаппарат стоял на штативе Его надо к чему-то прикрепить Вот как бы голова Существует обычная голова, шаровая голова Ее тоже можно использовать для съемки панорам Существуют специальные панорамные головы О которых мы расскажем чуть позже А, делитель Делитель это такая штука, которая позволяет нам Не задумываться о том, на какой угол мы повернем нашу голову У него там уже размечены некоторые углы Или можно их выставить специально И он делает такие щелчки Когда вы поворачиваете на этот необходимый угол То нам не надо задумываться Ну, вы не слышите? Я слышу Вот я останавливаюсь, делаю кадр Останавливаюсь, делаю кадр Единственное, что Ну вот, слава богу, здесь очень такой хороший дебитель Который легкий А бывает, вот когда я начинал снимать панорамы То мой друг Андрей Ершов Чья картина представлена вот там вот на стене Размером с хорошей стену зала Он носил с собой вот этот делитель Наверное, весом там полтора килограмма Бегал с ним по горам Я не любил эту штуку И предпочитал выстраивать углы на глаз Дальше что у нас? Идет надальный слайдер Надальный слайдер Самая важная вещь для панорамного фотографа Они бывают разные Они бывают вот такие Как бы сфиксированным Расположением крепежа для фотоаппарата Или вот такие С меняемым расположением крепежа для фотоаппарата И та, и та конструкция имеет право на существование И несут в этом свое удобство Дальше что у нас? Тросик Ну, как любой фотограф Вы понимаете, что без тросика, например Не снять вам вечернюю панораму Или там в помещении в каком-нибудь Потому что ваш фотоаппарат будет трястись Даже если вы будете делать двухсекундную задержку Вам придется потратить больше времени Поэтому тросик Обязательное условие для панорамного фотографа Флешка Она уже внутри фотоаппарата Вы все ее видели Итак, чем снимает R-Pan? R-Pan снимает полноматричными Мы для себя выбрали бескомпромиссные варианты Это полноматричные камеры Либо Canon, либо Nikon Почему не вот такие огромные еще со специальными Ну, как бы увеличенные модели Nikon 4 или 4S Потому что наши аппараты летающие Их не поднимают Поэтому мы возим с собой вот такие камеры Профессиональные, но более-менее легкие И наши аппараты их поднимают Заодно мы ими снимаем с земли Также главными для нас являются объективы Это фишай Объективы десятка сигмунская Или пятнадцать сигмунская Это мы используем, если снимаем фотоаппаратом Canon И есть у них аналоги Никоновские объективы Десять с половиной и шестнадцать миллиметров В чем разница? Десятку мы используем, когда нам надо снять быстро Когда нет времени о чем-то задуматься И нет потребности получить очень высокое разрешение Пятнашку мы используем, естественно, когда у нас есть время Мы можем выстроиться, настроить там панорамную головку И нам надо получить блестящий кадр А широкоугольный объектив это было когда-то Я снимал широкоугольным объективом Приходится делать очень много кадров В общем, ныне мы предпочитаем фишай Итак, вот, в принципе, такой набор фотографа О котором я рассказывал Не обязательно весь этот набор должен помещаться в рюкзак фотографа Если я иду, например, снимать в собор Святого Петра в Ватикане Где нельзя ставить штатив И там вообще плохо реагируют на людей с большими фотоаппаратами Я беру просто фотоаппарат, флешку и объектив десятку А также беру одну очень важную вещь Которая позволяет мне снять сферу внутри собора Святого Петра с рук Это отрез Вот я вижу, люди кивают головами Так, что еще? Ну, в принципе, вот этот вот весь набор Он в обязательном порядке лежит у меня в рюкзаке Когда я поезжаю из страны И когда я возвращаюсь в страну Дальше я в гостинице могу менять какие-то наборы из этих предметов Но весь этот набор, он находится со мной Вот мне поместилась одна очень важная вещь панорамного фотографа Это уже как бы из продвинутого уровня Это шест Вот просто он не залез Он не так-то, в общем, высотой метр двадцать А полностью его высота шесть метров Я боюсь, мы не снимем панораму с полной высоты Ну, снимем с половиной Так А, вот еще, значит Продвинутый вариант, о чем я говорил Панорамная голова Итак, что такое панорамная голова? А, пожалуй, я об этом расскажу попозже, когда мы будем говорить и на дальней точке Итак, шест, отвес И, естественно, когда я снимаю с шеста И поднимаю его на, скажем, шесть метров У меня явно тросика не хватает, чтобы нажать на спуск Для этого есть два варианта выхода Первый вариант Это иметь радиопульт Который подключается к камере А вторым его я просто нажимаю на спуск Очень простое решение Итак, перейдем к следующему слайду Итак, что такое вообще панорама? Скажите, пожалуйста, кто вообще начального уровня здесь находится? Поднимите, пожалуйста, руки Вот вообще начального, который не знает, как снимать панорамы Ну, ладно, издеваться Вас я знаю Так, немного Слава Богу Хорошо Тогда мы проскочим блок снятия однорядных панорам Или не проскочим? И снимать с айфона Проскочим или не проскочим? Кто хочет знать, как снимать однорядные панорамы? Берешь и снимаешь Ну, ладно, тогда мы быстренько пройдемся по этому списку И потом я расскажу Итак, базовые навыки То, что должен знать любой фотограф Это однорядная панорама Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик- Рассказывать, как она снималась, достаточно долго. Итак, сферические панорамы. Сферические панорамы, я считаю, тоже относятся к базовому уровню знаний фотографа. Любой, в принципе, фотограф должен знать и уметь, как снять сферическую панораму. Особенно те, которые... Вот здесь присутствуют мои друзья, которые занимаются интерьерами. Итак, продвинутые навыки. Продвинутыми навыками занимаются реальные пацаны. Они снимают гигапанорамы. Это такая панорама, которую какой-нибудь компьютер открывает в течение получаса, которую ты никогда не загрузишь из интернета, которую загружают маленькими кусочками, чтобы показать тебе на экране. Но если ты все-таки дождался, когда оно у тебя открылось, то ты можешь рассмотреть самые мелкие детали. Вот пример гигапанорамы. Еще раз отсылаю в той картине. Прямо удачно она висит. Человек, кстати, ее снял, у которого я учился вообще панорамной фотографией. Ходил за ним хвостиком и смотрел все, что он делает. Итак, аэропанорама. Аэропанорама — это то, чем в основном занимается аэропано. Проблема в том, что то, чем занимается аэропано, малодоступно обычному фотографу. Очень немногие могут позволить себе снять вертолет, подняться в воздух, где-нибудь зависнуть и снять панораму с вертолета. Очень немногие умеют управлять радиоуправляемыми коптерами, мы их так называем, модельки вертолета, которые могут нести на себе камеру и тоже снимать подобные панорамы. Поэтому на аэропанорамах мы заострять внимание не будем, но в принципе это то, чем мы занимаемся. И панорамы сферические с земли или в интерьерах, или в помещениях, они служат всего лишь поддержкой тому, что мы делаем. Например, мы сняли собор Святого Петра с аэропанораму, и потом я пошел внутрь собора Святого Петра и снял несколько внутренних панорам, для того, чтобы люди могли видеть не только, как он снаружи выглядит, но и как он выглядит изнутри. Итак, начнем с базовых элементов любого панорамного фотографа. Это подготовка камеры. Режимы, которыми мы пользуемся, когда снимаем панорамы, это два режима. АВ это режим приоритета диафрагмы и маниал. Маниал мы ставим, когда, в общем-то, все более-менее с освещением понятно, и мы предполагаем, что ничего не будет выскакивать за пределы динамического диапазона. Кто не знает, что такое динамический диапазон? Ты знаешь. Отлично. Потом подойдешь, открытый, что подойдет. Остальные не знают, но рассказывать не буду. Что мы делаем в этом случае, когда мы не уверены, что все войдет в динамический диапазон? Мы тут подстраховываемся, и мы всегда снимаем панораму с брекетингом. Если у нас есть какое-то место на флешках, а мы стараемся использовать флешки достаточно большие, то мы всегда делаем брекетинг. На Кеноне, слава богу, это легко сделать с двумя ступенями. На Нигоне мы вынуждены делать с одной ступени, но мы его делаем. Потом выбираем лучший набор этих фотографий и его сшиваем. Режим АВ мы тоже используем обычно с брекетингом. Снимаем, когда не понимаем, что происходит со светом, но думаем, что авось потом соберется. Поскольку фотографирую я, то я снимаю, думая, что авось соберется. А вот Иван и Сергей, которые сейчас стоят вот здесь, они уже потом с этим мучаются. Они об этом расскажут во второй части нашей презентации. Итак, ИСО. Ну, понятно, ИСО. Чем меньше, тем лучше, а в помещении все вынуждены смириться с тем, что в том же соборе Святого Петра темно, что меньше, чем пять тысяч не установишь. Но у нас есть волшебники, которые и пять тысяч, и СО делают гладкую, красивую, резкую панораму. Диафрагма. Диафрагма. Ну вот, задумались насчет диафрагмы. Нам надо получить приличную глубину резкости. Это неприлично, когда на сферической панораме что-то в резкости, что-то не в резкости. Или это должна быть очень специфическая панорама. Что так? Как ставится диафрагма? Все мы имеем представление, я уверен, что все имеют представление о глубине резкости, которая зависит от диафрагмы. Соответственно, вот, предположим, я снимаю сферическую панораму с руки. То есть у меня должно быть все резко, начиная от полутора метров, чтобы то, что у меня под ногами, тоже было резко. Но мы делаем большую хитрость. Мы используем фишай-объективы. И у них, какую бы мы диафрагму не поставили, большая глубина резкости. Ну, скажем, иногда в темноте приходится ставить и 2, и 8. И настраиваться, да, опять же, настраиваться. Мы стараемся, конечно, настраиваться на гиперпокальное расстояние. Чтобы, что такое гиперпокальное расстояние, наверное, все знают. Да, отлично. Ну, вот, например, если я хочу... Я так на глаз прикидываю. Если я хочу снять все резкое вот от этого ряда до вот той задней стены, то я буду настраиваться на глазок. Я это делаю на глазок. К сожалению, у меня нету таблиц с собой гиперпокального расстояния, и у меня нету такого времени. Вот я настроился бы, например, на этот столб. И предположил бы, что примерно половина расстояния от столба до меня будет резкая, ну и, так сказать, дальше продолжится до бесконечности. К слову, гиперпокальное расстояние, если кто не знает, может посмотреть в интернете. Так. Это я... А, это я вообще рассказал о фокусе. И вот я настроился на гиперпокальное расстояние, или приблизительно на гиперпокальное, или на то, которое мне кажется гиперпокальным. И я заблокировал фокус. Не дай бог, чтобы он не дернулся. Настраиваться люблю по лайфью, потому что автомат не всегда действует. И вот тут главное, что должно быть у панорамного фотографа, который снимает фишаем, это скотч. Фокус надо завепить, чтобы он ненароком не... В процессе работы с фотоаппаратом под это колесико не сдвинулось. Дальше что у нас? Баланс белого. Баланс белого мы ставим автоматически, потому что мы считаем, что при съемке в RAV любой конвертер вытащит любой баланс белого. Так, про брекетинг я рассказал. Выбор точки съемки. Для того, чтобы сферическая панорама получилась интересной, люди должны что-то разглядывать. Но вот здесь разглядывать есть чего. Вот, пожалуйста, перед нами люди сидят, там можно подойти к стенке картину. Но вот если бы, например, вот здесь центр зала был пустой, я бы поставил центр и снял, это было бы очень скучно, потому что на сфере были бы где-то вдали маленькие стенки с какими-то там пятнышками фотографий, а все остальное было бы просто пусто, и у меня под ногами было бы просто огромное серое поле. Поэтому точка съемки выбирается обычно так, чтобы что-то, какой-то объект был достаточно близко к объективу. И он является основой для настройки на фокус. Выдержка зависит, естественно, от того, как вы снимаете панораму. Когда я снимаю панораму, фишаем 10 мм с руки, я стараюсь делать так, чтобы выдержка была не меньше 1,6. В принципе, я еще делаю брекетинг, поэтому она опускается, скажем, до 1,3. И это уже то, что я вот в дом могу себе позволить. Руки у меня трясутся. Считается, что выдержку надо ставить, чтобы она была как удвоенная в фокусное расстояние. То есть, если я снимаю десяткой, она должна быть больше 1,20. Меньше 1,20. Соответственно, вот 1,30 более-менее. То есть, я ставлю 1,6, подбираю диафрагму, подбираю весо и снимаю. Это с руки. Если мы снимаем с надальной головки, со штатива, нет, у вас все беспредельно. Снимаем, что хотим, ставим хоть по 25 секунд. Так, если я снимаю с 600, который поднят на 6 метров и имеет возможность вот так вот гулять, то я тоже ставлю, исходя из того, что я снимаю с рук, а даже перестраховываюсь. И никогда не ставлю меньше 1,01. Для того, чтобы снимать с 600. Итак, основа панорамной фотографии это надальная точка. Надальная точка. Где взять вообще сведения о надальной точке? И вообще, что такое надальная точка? Кто не знает, что такое надальная точка? Все знают, что такое. Вы реально панорамщики собрались? Может, тогда и не надо рассказывать? Короче, я просто объясню, что делаю я, как съемщик панорамы. Я предполагаю, что я работаю с двумя объективами. В основном это пятнашка и десятка. И для них уже давно вычислено, где находится надальная точка. Поэтому мне просто, я просто знаю, что надальная точка у этого объектива вот здесь. и я размещаю фотоаппарат на дальнем слайдере или вешаю вот сюда вот отвес на надальную точку. Для чего? Для чего? А сейчас, наверное, мы перейдем уже к практике. Так, но с этими объективами я знаю, что происходит. Я знаю, где у них надальная точка. Если у меня попадает в руки объектив, где я не знаю, где надальная точка, я поступаю просто. Я предполагаю, что она находится в центре объектива. И сместить фотоаппарат с помощью надального слайдера от... Ну вот обычно мы ставим фотоаппарат сюда. Но если мы его сместим примерно вот где-то там по центру объектива или вот по центру между передней линзой и предполагаемой матрицей, это по-любому будет лучше, чем если мы этого не сделаем. То есть мы можем не угадать надальную точку. Она может быть здесь расположена. Или может быть здесь расположена. Но у нас нет там подключения к интернету, мы не можем проверить, где она. Мы смещаем что-то на глаз, примерно посредине объектива. И это нам дает возможность потом иметь при склейке значительно меньше проблем, чем если бы мы не смещали фотоаппарат. Еще. Надальная точка имеет значение, если мы снимаем что-то близко. Если у нас есть передний план. Если передний план у нас, скажем так, метров за 15, ближайшая вот как-то стена, то скорее всего надальная точка уже не будет иметь никакой важности. Можно и без надальной точки снимать. Но если что-то есть у нас впереди, нам надо по-любому сдвигать фотоаппарат относительно того места, куда мы его обычно ставим на головку. И вот есть одна... А давайте-ка сделаем вот так. Я прервусь и спрошу, какие у вас возникли на данный момент вопросы? Потолок диафрагмы. Потолок диафрагмы. Значит, мы предпочитаем снимать, естественно, с известными рабочими диафрагмами. 8, 11. Известно, что у этих объективов лучше. Если освещения мало, опускаемся до 5,6. Но мы делаем и ночные панорамы. Иногда ночные панорамы надо делать с рук. И тогда вот эта комбинация ISO-выдержка предполагает, что мы ставим и 2,8. Смиряясь с тем, что качество, ну, я имею в виду глубина резкости, да, там, и вообще не лучшая диафрагма, на которой проработают эти объективы. Потом, да, идет программная обработка при введении этого всего в смотри-вильный вид. Еще вопросы? Процент брака какой-то получается? Процент брака. Ну, скажем так, из 10 панорам, которые я снимаю, в туры у нас выходит от силы полпанорамы. Но я замечу, это не процент брака. Это процент выборки, я потерял. Брак там... Ну, вот, да, кстати, процент брака, даже не я могу сказать, это вот человек, который потом собирает то, что я наснимал. Этот вопрос можете ему задать. Но, в принципе, брак есть. Брак есть в сложных случаях. Например, съемка с воздушного шара. Есть брак? Никуда не денешься. Еще. Да? Пятнашка. Также 6 кадров. Пятнашка. 6-3 кадров, пятнашка. А вот тогда мы перейдем дальше. К следующему слайду. Нет, перед тем, как я отвечу на ваш вопрос, вызову панорамного фотографа. Про передний план мы уже поговорили. Нам нужно, чтобы передний план был тоже в резкости, и чтобы, когда мы делаем панорамирование, он не сдвигался относительно заднего плана. Движущиеся предметы. Часто вот машины ездят, люди двигаются. Что с этим делать? Подойдете ко мне, потом расскажу. Разброс по яркости я уже тоже объяснил. Мы стараемся сделать брекетинг. Или в тяжелых случаях делаем АВ, то есть приоритет диафрагмы. Надеюсь, что авось потом соберут. Зенит и Надир. Надир.